Что необходимо сделать для актуализации системы теплоснабжения полуторамиллионного мегаполиса? Эти вопросы депутаты обсудили на прошедшей неделе в рамках комиссии по городскому хозяйству Горсовета. В первую очередь на повестке дня замещение локальных котельных. Эту стратегию город определяет вместе с сибирской генерирующей компанией. Из 256 городских котельных схеме теплоснабжения до 2033 года предполагается заместить 59. Одна из них, котельная на Второй Челымской, коптит небо с 1974-го. Сегодня этот угольный ветеран доживает последние дни. Конечно, создает этот котельный проблем, потому что бывают выхлопы сажи. Тут у нас поликлиника, и все это растаскивается по поликлинике, и все тут вокруг черным-черно. А весной снег черный, вообще просто грязь. Котлы старой модификации здесь больше четырех десятков лет работали на угле. Было принято решение о переподключении этой котельной угольной на тепловые сети ТЭЦ-2. Поэтому задача до конца месяца переподключить на этот модуль, который будет до конца месяца собран, налажен и испытан. После этого будет отключена действующая котельная, переведена в режим консервации, и работать будет уже модно. Локальные котельные – вчерашний день энергетики. Котел всего один, резервных нет. Качество природоохранного оборудования здесь значительно уступает современным фильтрам ТЭЦ, которые улавливают до 98,5% выбросов. На большинстве котельных, которые предстоит заместить, фильтров нет вообще. В лучшем случае сухие золо-уловители задерживают самые крупные частицы золы. Если исключить выбросы дыма от угольных котлов для жителей соседних домов, эффект даст однозначно. И у нас угольных их не так много осталось. То есть на самом деле у нас было 41 котельная в 2005 году, сегодня их 26. То есть мы полтора десятка котельных закрыли. И никто не спрашивал, а почему закрываются котельные, что же это вы делаете, переключаете. Чтобы исключить любые спекуляции и сделать процесс замещения локальных котельных максимально открытым, предстоящий технологический апгрейд обсудили на нетамней комиссии по городскому хозяйству Гурсовета. В течение 2018-2020 года на основании этой схемы порядка 50 источников тепловой энергии суммарной установленной мощностью 1029 кг. Депутатов интересовало, насколько в этом случае будут сбалансированы интересы города и энергокомпании. Само по себе централизованное теплоснабжение, оно решает намного больше вопросов. И оно более качественно, поменьше для конечного потребителя и дешевле. Итак, проведя работу над структуризацией системы теплоснабжения, СГК сделал предложение по переключению котельных. О закрытии вообще речь не идет. Большинство котельных в этом перечне продолжают работать на свой контур. Мы можем забрать только тот контур, который за забором. Если гипотетический завод захочет продолжать содержать свою котельную, СГК от этого ничего не потеряет. Важно делать это очень взвешенно, понимая, что у котельных есть собственники. Здесь никто не собирается спешить и принимать какие-то решения скоропалительные. Есть рабочая группа в правительственной Сибирской области, которая будет согласовывать перевод каждой котельной и подключение этих мощностей на теплоснабжение. Но вне зависимости от экономической целесообразности основной приоритет муниципалитета – безаварийное обеспечение города теплом. Понимаю, что мы живем в Сибири. Без перебоя на обеспечении теплом у нас стоит на первом месте. В этом году у нас зашел новый собственник. Сейчас мы выстраиваем отношения. Но приоритет этих решений один. Тепло должно быть всегда своевременно подано. Аварий быть не должно на теплосетях. 80% производимого и реализуемого сегодня в Новосибирске тепла – это результат работы централизованных станций. Это мощные и современные теплоисточники. На когенерацию одновременное производство тепла и электричества делают ставку правительства России и Минэнерго. При этом новосибирские ТЭЦ недозагружены. Они могут взять на себя нагрузку котельных. Кроме экономических резонов в пользу такого решения и экологические выгоды. После остановки 16 локальных котельных количество выбросов в атмосферу города сократится на сотни тонн в год. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.